Здравствуйте, уважаемые телезрители! Еще совсем недавно единственной серьезной работой по истории Казанского ханства, которая была доступна для широкой общественности, была книга Михаила Худякова. В последние десятилетия в изучении этого средневекового государства наша историческая наука сделала настоящий прорыв. Однако среди россиян о взаимоотношениях Москвы и Казани продолжают бытовать стереотипы. Сегодняшняя наша историческая беседа посвящена отношениям между этими двумя государствами с доктором исторических наук, профессором Казанского университета Искандером Гелязовым. Здравствуйте, Искандер Аязович! Добрый день, Ленар! Как известно, Казань пала в 1552 году, однако еще задолго до этого она начала платить дань Москве. Как это произошло? Надо сначала сказать, что книга Худякова и до сих пор сохраняет свою актуальность и интерес к ней до сих пор достаточно большой. Хотя действительно, я согласен с вами, что в последние годы наши историки довольно много сделали для изучения и освещения истории Казани. А что касается дани, то, конечно, надо начинать, наверное, с того, что сначала ведь Москва платила дань Казани. Когда в Казань пришел первый из династии чингизидов хан Махмуд, то как раз в 1445 году Василий II, проиграв битву под городом Суздалем, обязался платить дань Казани, признавая Казань прямой наследницей Золотой Орды. И достаточно долго, почти больше 20 лет, Москва платила дань Казани. Выход этот дань так назывался. Потом, правда, с воцарением Ивана III дань перестали платить. И уже отношения развивались, скажем так, равноправных в какой-то степени партнеров. Но потом уже вверх начала брать Москва. И действительно, с 1487 года Казань начала платить дань Москве. И этот период в истории Казанского ханства называется периодом московского протектората, когда мы можем считать, что Казань являлась полузависимым или полусамостоятельным государством. Москва фактически определяла внешнюю политику этого государства, не изменив его внутренние структуры. То есть Казань была послушной служанкой московского государства. Это происходило до 1521 года. То есть определенный период Казань действительно платила дань Москве. Ну, а как вообще произошло это? Ну, вообще, надо сказать, если говорить в отношении Казани и Москвы, вот здесь, мне кажется, не надо какого-то делать лишнего крена в ту или другую сторону. То есть кто виноват, например, искать каких-то тут виновных в этом конфликте или в обострении этих отношений. Дело в том, что и Казанское ханство, и московское государство, которые в то время, скажем, находились в примерно равной ситуации, в примерно равном качестве, они во многом являлись участниками той политической игры, которая развернулась на территории Восточной Европы в период Золотой Орды. То есть и Москва, как государство, зависимое от Золотой Орды в свое время, и Казань, которая являлась продолжателем традиции Золотой Орды, они стали как бы участниками большой дипломатической политической игры. Они фактически делили наследство Золотой Орды. Поэтому даже в какой-то степени я, например, склонен считать московское государство политическим наследником Золотой Орды. И вот в этой конкурентной борьбе в какой-то момент в первое время Казань взяла верх, потом в силу сложившихся обстоятельств московское государство вышло на первые позиции и заставило Казань платить дань. Потом опять, в силу определенных причин, Казань восстановила свою самостоятельность, перестала платить дань Москве, но это уже привело к окончательному ухудшению отношений и к последнему конфликту. Я, насколько понимаю, после того, как Казань перестала платить дань Москве в 1521 году, Москва не считала, что Казань это делает на каких-то законных основаниях, и постоянно претендовала на этот выход. Ну, вся ситуация в том, что дань – это не самая важная составная часть. Вообще ведь, надо сказать, Казань определенное время, несколько десятилетий находилась в политической зависимости. Это даже дань – это собственно экономическая зависимость, а есть еще политическая зависимость. Скажем, московские князья, великие князья Ивана Третья, например, по собственной воле фактически мог менять казанских ханов на престоле, и это было гораздо более ощутимее, чем дань. Нет, ну, дань – это была просто лакмусовой бумажкой этих взаимоотношений, почему я об этом и говорю. И можно ли было вообще Казань, казанское ханство считать суверенным государством после того, как она признала протекторат Москвы над собой? Ну, в период протектората, естественно, нет. Я уже сказал, что Казань можно рассматривать как полузависимое, полусамостоятельное государство, зависимое даже политически, экономически от московского государства. Но в 1521 году, когда из Казани был изгнан в первый раз известный хан Шахгали, ставленник Москвы, тогда на Казанском престоле оказались представители крымской ветви чингизидов династии Гиреев, первый хан Сахиб Гирей. И фактически это означало то, что Казань становится близким союзником крымского ханства, в первую очередь, и теперь они уже в тандеме, можно сказать, выступают против Москвы. Там уже происходят походы, довольно-таки ощутимые серьезные походы против Москвы. И Казань, можно считать, восстанавливает свой суверенитет. Но, тем не менее, ведь с этого времени как раз Москва фактически уже принимает решение о том, что она будет вести очень серьезную военную акцию против Казани. И с этого времени уже начинается подготовка решающего похода. И вот эта заключающая стадия отношений между Казань и Москвой, это как раз борьба за Среднюю Волгу. Москва берет уже инициативу в свои руки и приводится, и все это завершается взятием Казани впоследствии. А конфликт между Москвой и Казанью, он был неизбежен? Ну, скорее всего, да. Потому что, по большому счету, эти государства были соседями и являлись, как я уже сказал, участниками той самой большой политической военной игры, которая завязалась в период Золотой Орды. Кроме того, надо учитывать, что вообще взгляды московских князей на Среднюю Волгу и вообще на Волгу, они не сформировались в период даже Золотой Орды, они сформировались еще в период правления их предков. Первым ведь, кто пришел на Волгу и пытался как бы эту стратегическую задачу поставил перед Люриковичем, перед своим потомком был Святослав, который еще в 60-е годы X века, киевский князь известный, совершил несколько походов и на Волжскую Болгарию, и в Хазарский Каганат был разгромлен именно Святославом. То есть, эта стратегическая цель, очень важная, завоевать Волгу и взять контроль над Волгой, была поставлена еще раньше. А потом уже, как говорится, ситуация развивалась немножко, так сказать, уже в других исторических декорациях была Золотая Орда, а потом Золотая Орда распалась. И эти государства, которые были созданы, возникли в этот период, они развязали уже войну, борьбу друг с другом. И эту борьбу надо рассматривать как вполне естественную конкурентную борьбу. Борьбу за политическое верховенство на этой территории. Но задача для московского государства еще была поставлена и предками Ивана Грозного. Волга должна стать подконтрольной Людиковичем, потому что Волга — это самый важный торговый путь в Восточной Европе. Ну, как известно, на протяжении, наверное, практически, ну, если не всей истории казанского ханства, то второй половины ее существования в Казани элита была расколотна на две части. Одна часть в виде своего стратегического партнера видела Москву, другая часть катела к Стамбулу. В чем вы видите причины этих симпатий? Ну, причины, скорее всего, лежат в разных плоскостях. Это показывает, с одной стороны, конечно, и политическую ситуацию саму, дает возможность оценивать политическую ситуацию в казанском ханстве. То есть, то, что были разные политические совершенно ориентиры, это показывает, что это государство было в политическом отношении достаточно слабым все-таки. А когда есть вот такая возможность, конечно же, более сильные соседи, они будут вмешиваться в внутреннюю ситуацию и настраивать представителей правящей верхушки в свою сторону. Поэтому здесь, конечно, и политический момент сыграл свою роль. То есть, какие-то политические дивиденды хотелось получить сторонникам Крыма или сторонникам Москвы. Ну, и я так полагаю, что были свои экономические интересы. То есть, элементарный подкуп тоже свою роль играл. А было ли это как-то связано, может быть, с торговлей, с экономикой определенных кланов внутри казанского ханства? У них были интересы в Москве чисто экономические, не в плане там подкупа, взяток, а вот именно собственный бизнес какие-то интересы? Ну, вообще же экономические интересы казанского ханства, они были, прямо скажем, достаточно локальными. Не скажешь, что казанское ханство было очень мощным экономически развитым государством, поскольку даже один показатель то, что Казань была единственным крупным городом этого государства, уже говорят об этом, да? Поэтому наверняка уж экономические интересы простирались вот прежде всего в направлении ближайших государств, в том числе и Москвы. Но надо ведь учесть еще, что, скажем, в 1523 году московский князь Василий III специально для того, чтобы нанести серьезный экономический ущерб казанскому ханству, приказал основать знаменитую Макаревскую ярмарку под Нижним Новгородом для того, чтобы нанести как можно больше экономического урона Казани. И московским купцам было запрещено с этого времени посещать казанскую ярмарку, которая была достаточно популярной и достаточно, скажем так, значительной по своим торговым оборотам. И московские гости до этого времени были очень частыми посетителями казанской ярмарки. Так что экономический интерес, конечно, и тот, и с той, и с другой стороны играл большую роль. Наверняка и казанские купцы. И данных об этом не так много, к сожалению, в источниках. Казанские купцы тоже были, естественно, активными участниками внутренней торговли, внешней торговли московского государства. То есть, конечно, экономические связи большую роль при этом играли. А Казань, вот если вернуться к политике, опять к политике вернуться, Казань признавала Стамбул своим духовным центром. Ведь не секрет, что в то время именно в Стамбуле сидел повелитель всех правоверных мусульман. Казань или тяготение к Стамбулу, Крыму, это было больше обусловлено этническим фактором все-таки тюркские родственные народы? Наверное, здесь и то, и другое свою роль играло. Естественно, поскольку казанское ханство являлось частью мусульманского мира, оно не могло не признавать этой роли. Но, тем не менее, у нас ведь очень часто, вот как раз мы сегодня говорили о стереотипах, слишком преувеличивает роль Турции во всем этом конфликте. Я согласен, что Казань тяготела к Крыму не только как религиозному партнеру, но и как этническому партнеру, поскольку это территория Золотой Орды, поскольку и в Казани, и в Крымском ханстве на престоле сидели представители одной и той же династии чингизидов, а в одно время даже и фактически собратья, представители династии Гиреев. Поэтому отношение Казани с Крымом — это абсолютно естественные, нормальные партнерские отношения. А вот иногда у нас все-таки стереотипно рассуждают о том, что очень большую роль в данном международном конфликте играла Турция, Османская империя, что если бы не Москва не нанесла так называемый превентивный удар против Казани, то тогда бы сюда пришла Турция. Это уже миф. Это уже миф. Потому что для Турции все-таки Казань и к Средней Поволжье была достаточно отдаленной провинцией, и мне кажется, такого большого стратегического значения для Турции именно Казанской ханства не имела. Для Турции всегда приоритетом был Крым при Черноморье. И она, вероятнее всего, в этот конфликт вмешивалась благодаря вот этим своим связям с Крымом. Но вы сейчас как бы Турцию, Османскую империю рассматриваете как такое этническое государство. Но не стоит, наверное, забывать, что все-таки это был центр ислама того времени. Да, я согласен. В общем-то, я не упирал на то, что это его этническое турецкое государство, а именно как центр мусульманского мира. Дело в том, что и когда Казанское ханство было завоевано московским государством, то Турция все-таки сделала несколько таких попыток в союзе с Крымским ханством вернуть государственную независимость Казанского ханства. Об этом писал в свое время газист Губайдулин. В конце 60-х, в начале 70-х годов были даже предприняты попытки организовать войнные походы вместе с крымскими татарами, османская армия попыталась нанести вот этот удар. И Иван IV даже официально признал, что он готов вернуть независимость Астраханскому ханству и подумать о судьбе Казани. Но оба этих похода для Турции, для Османской империи и для Крымского ханства оказались неудачными. Причем, как ни странно, оба раза помешала природа. Один раз произошла песчаная буря, помешала этому походу. Второй раз состоялось в затмении солнца. И оба раза эти все природные явления были восприняты как негативный символ, как негативный сигнал. И поэтому армия повернула обратно. Но после этого уже Турция фактически к этой теме Казанского ханства не возвращалась. Вот даже в 16-17 веке, если брать источники, то реально были только несколько таких осторожных попыток, скажем, в дипломатической переписке между правителями двух государств Турции, Османская империя несколько раз просила, ну фактически просила улучшить положение мусульман в российском государстве. На что неизменно получал ответ, что мусульмане в российском государстве имеют замечательный, так сказать, статус и проживают очень даже хорошо. Поэтому Турция вот на этом все это ограничивает, вмешательства так называемые. А вот постоянное метание казанской элиты между Москвой и Стамбулом имело какие-то внутренние все-таки на вашу точку зрения? Скорее между Москвой и Крымом. Все-таки Крымом? Да. Скорее Крымом. Вы исламских факторов как все-таки выключаете? Я все-таки здесь не буду на первое место ставить именно религиозный фактор. То есть вы здесь больше ставите, я так понимаю, родственные связи чингизинов? Скорее так. Этого дома? Да, и скорее политические, вот эти этнические моменты я все-таки поставил бы на первое место, чем чисто религиозный. Ну, хорошо, если, значит, Москва металась между Крымом и Москвой. Элита металась между Крымом и Москвой. Да, это элита металась, да, наша. Это все-таки было обусловлено больше внутренними противоречиями внутри казанского ханства или здесь все-таки, на ваш взгляд, большую роль сыграл внешний фактор? И опять-таки я бы здесь не стал бы преувеличивать тот или другой фактор. Мне кажется, что, с одной стороны, это, как я уже сказал, проявление слабости. То есть отсутствие идеологии. Да, отсутствие какого-то конкретного ориентира, отсутствие какой-то конкретной перспективы, может быть, это важную роль сыграло. Ну и, конечно же, вмешательство извне безусловно свою роль играло. То есть, получается, Казани нечего было дать миру, Казань не готова была миру дать какую-то интересную идеологию, новую идею. То есть, это государство просто, получается, было обречено на свою смерть. Да, идеологию дать не всякое государство способно. Посмотрите, а в то время какое государство могло дать всему миру? Это уж слишком, мне кажется, большая заявка, громкая Обе-собные поставили обе-собные какие-то задачи, идеи. По большому счету, я считаю, что Казань не была таким очень мощным, сильным государством, Казанское ханство. И в какой-то степени можно считать, что оно было обречено, потому что как раз Москва в период распада Золотой Орды, кризиса Золотой Орды, когда появились на ее территории самостоятельные государства, Москва переживала период, наоборот, подъема, расцвета. То есть, если взять, скажем, того же самого Василия Темного, потом Ивана Третьего, Василия Третьего, Ивана Грозного, это фигуры достаточно масштабные, конечно, своими большими, очень серьезными амбициями. В Казани, по большому счету, даже, скажем, кроме Хана Ибрагима, наверное, таких талантливых, так скажем, так, дальновидных политиков мы, наверное, вряд ли можем даже назвать. Все понятно. Большое спасибо за такой интересный разговор. На этом мы нашу программу завершаем. Всего доброго. До свидания. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова